Всем привет! Смотрите как восстановить данные с поврежденного RAID 6 массива. Вы видите как создать аппаратный RAID 6 с контроллером Adaptec ASR6805T. Что делать, если вышел из строя диск, как его определить и как заменить нерабочий носитель. А еще что делать и как достать информацию с массива, если сбоит контроллер, 3 диска не откликаются и RAID поврежден. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. Даже самый надежный дисковый массив RAID может выйти из строя. Это лишь дело времени. Но если у вас есть специальное программное обеспечение, которое может восстановить утерянную информацию, то ваши данные в безопасности. Как и у любого другого типа массива RAID 6 обеспечивает безопасность системы и хранения данных. Шестой RAID – это избыточный массив независимых дисков, устойчив к потере информации. Конфигурация данного массива требует как минимум четырех дисков и использует чередование на уровне блоков с технологией двойной распределенной четности. В данном видео я покажу как собрать RAID 6 из шести дисков на базе контроллера Adaptek SR6805T. Все тесты будем проводить на данном типе RAID. Создать RAID 6 можно с BIOS или специального софта от производителя контроллера. Чтобы попасть в BIOS при загрузке ПК, после инициализации оборудования нужно нажать сочетание клавиш Ctrl-A, а затем в меню «Открыть пункт Array Configuration Utility». На следующем шаге нужно проинициализировать диски. Для этого откройте Initialize Drives. Здесь отметьте пробелом или клавишей Insert каждый из дисков, который будет включен в RAID массив, а затем Enter для подтверждения. В результате вы получите уведомление, что информация на диске при инициализации будет затерта. Введите Yes для подтверждения. После инициализации дисков можно приступать к созданию массива. Откройте пункт Create RAID. Здесь отметьте диски, из которых будет состоять RAID и нажмите Enter. В следующем окне нужно указать тип массива, его имя, размер, размер блока и другие параметры. Эти параметры желательно запомнить, т.к. они понадобятся при восстановлении данных с RAID массива. После ввода параметров для подтверждения нажмите Enter. Также RAID массив можно создать с помощью утилиты от производителя данного контроллера. Я покажу на примере программы Adaptec Storage Manager. Скачать ее можно с официального сайта. Загрузите и установите версию утилиты в соответствии с вашей операционной системой. В окне программы кликните по имени компьютера и введите пароль от вашей учетной записи. После ввода пароля в этом поле появится контроллер. Кликнув по нему выведите список подключенных дисков. Для создания RAID нажмите кнопку Create и в следующем окне выберите один из предложенных пунктов мастера настройки – автоматический или ручной. В автоматическом режиме программа сама предложит более подходящий тип массива для вашего набора дисков. В ручном вы сможете сами выбрать подходящую конфигурацию. В нашем случае нужно указать конкретный тип RAID, поэтому я выбираю второй пункт. В следующем окне мастера укажите тип будущего массива. Если его в этом списке нет, откройте дополнительные настройки – Advanced Settings. Выберите подходящий RAID из данного списка и нажмите Далее. Затем в следующем окне вы сможете ввести имя дискового массива и изменить его параметры или же оставить все как есть. Как я уже говорил ранее все параметры желательно запомнить, так как они понадобятся в дальнейшем. Далее отметьте диски из которых будет состоять RAID и нажмите Далее. А затем Apply для сохранения конфигурации и Yes для подтверждения. После чего начнется процесс создания RAID. Процесс построения довольно продолжительный по времени, но вы уже можете его использовать, нужно лишь разметить массив в управлении дисками. В приложении можно посмотреть параметры массива, узнать его статус, удалить и пересобрать заново. RAID 6 устроен таким образом, что позволяет сохранять работоспособность даже при поломке двух дисков. После выхода из строя одного или двух носителей массив будет находиться в деградированном состоянии. И при загрузке вы увидите следующее уведомление. Прежде чем выполнять какие-либо действия, нужно сделать бэкап всей актуальной информации, так как при перестраивании массива может случиться что угодно. Выйти из строя еще один диск, процесс зависит или произойдет сбой оборудования. И все данные при этом будут утеряны. Для точного определения вышедшего из строя диска воспользуйтесь программой AdaptTech Storage Manager. Чтобы посмотреть какие диски рабочие, кликните по нему правой кнопкой мыши и откройте свойства. Здесь вы найдете серийный номер диска, который также можно найти и на самом носителе на наклейке. Определив сбойные диски, осталось их заменить и добавить к нашему массиву. Подключите новые диски к контроллеру и при загрузке ПК после инициализации оборудования нажмите сочетание клавиш Ctrl плюс A. В меню контроллера откройте пункт Array Configuration Utility, а затем Initialize Drives. Проинициализируйте только что подключенные диски, Insert и Enter. Теперь нужно добавить их к массиву. Для этого откройте пункт Manager Race, а затем нажмите Ctrl S, чтобы попасть на страницу управления. Выделите пробелом нужные диски и нажмите Enter, а затем Yes для подтверждения. После начнется процесс ребилда. С этого момента вы можете загружать сервер в нормальном режиме и работать дальше. Полный рейдбилд представляет собой достаточно длительный процесс. При выходе из строя больше двух дисков или поломки контроллера рейд не загрузится. В таком случае вам поможет программа для восстановления утерянных данных Hetman Raid Recovery. Утилита позволяет восстанавливать данные с нерабочих рейдмассивов или дисков, которые входили в него. Вычитывает из системы всю информацию о контроллере, материнской плате или программном обеспечении, на котором был создан массив дисков. Обладает возможностью воссоздать разрушенный рейд и позволяет скопировать из него критически важную информацию. При выходе из строя контроллера вы не сможете достать информацию с дисков. При прямом подключении к ПК система просит отформатировать накопитель для дальнейшего использования. В таком случае понадобится либо точно такой же контроллер, что не гарантирует стопроцентного успеха восстановления работоспособности массива, либо программа, которая сможет собрать рейд из этих дисков, отобразить данные и вернуть их. Для того чтобы достать информацию с поврежденного массива подключите диски к рабочему компьютеру с операционной системой Windows. Система отобразите хакеров. В управлении дисками предложат инициализировать, а при открытии в проводнике отформатировать. Ни в коем случае не соглашайтесь на предложенные варианты системы, так как это может привести к потере информации. Скачайте, установите и запустите программу Hetman RAID Recovery. На включенные в рейд диски записывается большое количество служебной информации, из каких дисков состоит массив, в каком порядке они подключены к контроллеру, тип рейда, размер и порядок записи блоков, количество групп дисков, а также данные о его размере. Собирая всю возможную информацию из системы и подключенных дисков утилита отображает пользователю автоматически собранные массивы сразу при запуске программы. В большинстве случаев программа воссоздает RAID прямо на лету и предлагает проанализировать найденные на нем разделы для сохранения данных. В меню программы откройте вкладку менеджер дисков и в строке массива RAID выберите нужные списка, кликните по нему правой кнопой мыши и нажмите открыть. Для начала попробуйте выполнить быстрое сканирование. Если структура не повреждена этого будет достаточно и программа найдет и отобразит файлы. Если в результате быстрого сканирования программа не нашла данные, выполните полный анализ. По завершению процесса программа отобразит результаты в правой части окна. Утилита без труда собрала RAID и отобразила всю информацию, которая осталась на дисках. В таком случае не придется покупать такой же контроллер, что в свою очередь не гарантирует успешную сборку RAID массива без потери информации. С Headman RAID Recovery удалось достать все данные, которые лежали на данном массиве дисков. Далее смоделируем ситуацию выхода из строя контроллера и двух жестких дисков. При выходе из строя двух дисков с данного типа RAID он остается полностью работоспособным, но при выходе из строя контроллера для доступа к информации без дополнительного софта не обойтись. Headman RAID Recovery автоматически определила тип RAID и отображает всю известную о нем информацию. Для просмотра содержимого диска жмем по нему правой кнопкой мыши и выбираем открыть. Для начала выбираем быстрое сканирование. Программа нашла все файлы, которые были записаны на дисковый массив. Для их восстановления нужно лишь отметить нужные и нажать восстановить. Указать место куда сохранить информацию и нажать восстановить. По завершению процесса все файлы будут лежать в указанной папке. Теперь смоделируем ситуацию при которой вышел из строя контроллер и три жестких диска. В таком случае RAID 6 стоит полностью неработоспособным. Даже если остается работать контроллер, информация будет утеряна. Замена вышедших из строя дисков ничего не изменит. Итак, оставшиеся три диска подключены напрямую к материнской плате компьютера. Если вам не удалось определить какие из дисков вышли из строя, подключите их все. Даже в такой ситуации утилита автоматически определила тип RAID. А если вашего массива в этом списке нет, воспользуйтесь RAID конструктором. В нашем случае в RAID конструкторе он определился автоматически. Для ручного построения понадобится вся известная информация о поврежденном RAID массиве. Ранее я акцентировал на этом внимание, что создавая RAID вы должны запомнить все его параметры. Если программа автоматически определила тип массива в следующем окне, проверьте правильно ли она отображает его параметры. От этого будет зависеть количество информации, которые удастся восстановить. Если один из параметров указано неверно, изменить его. Если все указано верно, жмем добавить. И сканируем дисковый массив. В данной ситуации программа нашла данные, но часть информации повреждена. Попробуйте выполнить полный анализ. В результате программа может найти больше целых данных. Для восстановления отметьте файлы, которые нужно вернуть. И нажмите восстановить. Укажите место, куда сохранить данные. И нажмите восстановить. По завершению процесса все данные будут лежать в указанной папке. Вероятность того, что три диска выйдут из строя в один и тот же момент очень мала. Однако если диск в системах RAID выходит из строя и заменяется новым, восстановление замененного диска занимает несколько часов, а если это два диска еще больше. И если в это время выйдет из строя еще один или несколько дисков, вы все равно потеряете свои данные. HATMAN RAID RECOVERY удалось восстановить данные с поврежденным контроллером и двумя дисками и даже часть информации при поломке трех дисков массива. Это хороший результат, так как при потере более двух дисков из данного типа RAID он встает полностью неработоспособным и все данные попросту теряются. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.